Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio. С вами вновь Бояна Сентаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость, ведущий, солист театра «Стена опера» Душан Таблды. Света. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Душан. Привет. Как дела? Поцелуемся. Очень добрый. Присаживайся. Наконец-то ты у нас в гостях. Спасибо огромное. Мы так долго тебя ждали. Ты был командировка. Да, по сей день. А то увидитесь, если поближе к Боян сяду. Как ты хочешь сесть? Вот так вот. Вот так. Ну ты можешь... Хотя бы на шпагат, конечно, но это... Ну ты сможешь. Шутка. Это да. Душан, Боян мечтал стать балериной, но, к сожалению, мечта так и осталась мечтой. Ты тоже мечтал стать артистом балета? На самом деле у меня судьбоносно это получилось. Комиссия амстерографического училища пришла в школу, когда учился в третьем классе. И, как я уже понимаю, сегодня у меня были какие-то лидерские задатки. То есть там они нас проверяли не только на физические способности, но и на умственные. Насколько ребенок развит, какой у него потенциал на будущее. И получилось так, что да, у кого-то по литературе отлично, у меня, у кого по математике отлично, опять же, я. Кто выше всех прыгнет, ребята, я помню, всех к доске так вывели и попросили попрыгать прямо. Естественно, я любил баскетбол, я любил спорт и люблю. И у меня это получалось. У меня брат занимался восточными единоборствами. У него были успехи в этой сфере. И получилось так, что меня попросили сесть на шпагат. То есть данная физическая подготовка уже присутствовала в те мои 9-10 лет. И после того я не придал к этому большого значения. И так получилось интересно, что с училища, видимо, там орг отдел, как это бывает, звонили домой постоянно. И мама сказала то, что вот сына куда-то зовут, не знает куда. А я даже им рассказывал про такое новое событие. То есть семье, никого из... Никого из, сказать, артистов балета, либо актеров на сегодняшний день нет. И получилось так, что мы пошли в хореографическое училище, а там нужно было сдавать экзамен. Но как-то так, не задумываясь, все сдал. И получилось, что я прошел. Первое сентября уже я стоял в первых рядах первокурсников. Ну вообще учиться в хореографическом училище, это такая мечта девочек, да? Обычно мальчики, они вообще дети жестокий народ. И я помню, когда я поступала в хореографическое училище, и с нами мальчики приходили, мы над ними смеялись. Вы поступали в хореографическое училище? Да. Да, и это было очень приятно слышать. Ну, видимо, тот энергетический посыл ваш, духовный, он нашел свою студию, и вы уже развелись там. То, что мы благодарны всем. Ну вот, я немножко ушла от вопроса. Вот, мы смеялись над мальчиками, потому что у них там была такая смешная одежда, лосины. И мы, ну как-то вот артист балета тогда, мы не знаем, как она называется. Мы говорили, зачем тебе это надо, ты же мальчик. Вот, а у тебя не было такого стеснения? Вот у нас недавно был Арман-Жан Байтасов, его мама заставляла заниматься фортепиано. Говорит, я очень стеснялся носить ноты. А вот у тебя не было такого, что все-таки это не спорт, не какой-то такой волевой. Конечно, это волевой вид искусства. Там, действительно, это адский труд. Я бы сказал, что это даже сложнее. Как вот психологически, да, для мальчика пойти в балет? Вы знаете, когда я уже попал в балет, у нас в училище очень хорошие педагоги. И дали сразу понять то, что здесь растут мужчины. И учат жизни их, готовят. И нас всех подготовили, скажем так, к большой сцене. Нас всех подготовили к жизни. То есть это подготовка не только моральная и психологическая, но и, естественно, физическая. То есть на таком уровне наши педагоги, вот старой закалкой, они нас готовили высший свет, скажем так. И я очень им благодарен. И дали сразу понять то, что слабакам здесь не место. То есть я этим самым как-то задели мое утро, которое уже имеет в генах кровь батыров наших, тех, которые защищали нашу великую страну. И, естественно, хотелось пойти и доказать. И навсегда говорили. Если не можешь, уходи. Сдался, руки наверх поднимай. Вон из зала. То есть на этот момент, да, нас били. За то, что я очень благодарен, на самом деле. Нас били, нас ругали. Но поступали так интересно, что мы осознавали, почему и для чего это делается. И мы становились лучше. А били за что? Ну, были разные ситуации. Допустим, когда, да, в действительности ты уже физически как-то не справляешься. Либо тебе педагог уже 10 раз повторил. И у тебя тот же самый, допустим, арабес не получается. Либо уже нога начинает так медленно отпускаться, когда она отворачивается. Вот в этот момент были такие моменты, когда и стул мог полететь. Если не уклонился, разбивался в стенку. Но после этого уже с 15 лет мы вышли в свет. И тогда я понял, что когда твоему педагогу, вот в старших классах у меня был Мерсидов Хлоан Талавич Мархум. И когда мы вместе выезжали куда-то, и когда ты видишь, что мировые звезды подходят к нему на поклон, когда ты видишь, что все жюри международных конкурсов, я говорю только о высших конкурсах, потому что я ездил только на самые крупные, мощные конкурсы, подходят к нему и с удовольствием спрашивают, как у него дела, и какого ученика он привез. И другие педагоги тоже с опаской смотрели, хотели посмотреть, как он учит педагогов, как он класс дает. Нередко было так, даже в том же Большом театре, что проходил его руководство и просил его давать классы. И на этом фоне, когда ты видишь одобрение, когда идут первые награды, которые давались нелегко, потому что, когда ты едешь только с педагогом, педагог наш воспитывал мужчин, настоящих мужчин, и с 90-х годов начали его ученики выезжать на международный уровень, и первые победы для нашей республики привозили только его ученики. И это очень радует. И когда ты что-то в лет 15-16 пробуешь, делаешь, ну, сейчас, конечно, мы меняемся, мы растем, как-то развиваемся, работаем над своим развитием. Но я как с улыбкой всегда вспоминаю, потому что это все равно юношеские годы, когда у тебя присутствует юношеский максимализм, когда ты что-то делал, старался, когда, допустим, такие метро-балеты Маят Лисецкая, Дудинская, Макарова начинают как бы так тихонько аплодировать, либо подходят, целуют тебя в щечку. Это, конечно, дает стимул, это дает заряд. И хочется больше стараться, больше трудиться, больше слушать. Дуджан, ты же недавно вернулся в страну? Ну, относительно, да. Ибо в жизни дальше все относительно. Подожди, сколько лет назад ты вернулся в Казахстан? Если честно сказать, я не считаю то, что я покидал свою родину. Но ты какое-то время работал за рубежом. Получилось так, что, да, я уезжал на некоторое время, работал, брал то, что мне было интересно, подписывал те контракты. Ты работал по приглашению? Да, по приглашению, подписывал те контракты, которые... И ты был гранд-солистом в Сеуле, да? Да, это, получается, Национальный театр Кореи. Там работают только граждане Кореи, имеют право. Ну, в тот момент была дирекриса, мадам Со. Она очень интересная личность, она очень интересный человек, она большой мастер, она новатор. И в качестве такого примера был приглашен я. Но приглашен я был в 2009 году после ошеломительного просто такого успеха, спектакля. Был поставлен спектакль, получается, на мифологию Кореи. А спектакль где был поставлен? Здесь, в Казахстане? Нет, это в Сеуле был. В Сеуле? Да. То есть, вообще, как это произошло? Предыстория такая... Как они тебя заметили? Интересная предыстория. В 2005 году мы с педагогом поехали после победы на международном конкурсе в Москве, где председатель жюри Григорович, ну, мастер-балет, легенда, эпоха, проходит он в Большом театре. После этого я сразу начал готовиться, то есть у меня было 4 дня где-то отдыха, сразу начал подготовку на Сеульский конкурс, где я тоже стал победителем. Сеульский, сейчас переведу, Сеульский международный конкурс танцев. Я стал там победителем, и меня сразу пригласили в компанию, корейская балетная компания, и они делали в тот момент постановку. И так получилось, что мне посчастливилось судьбой выступить в главной партии, танцевать такого батыра корейского, национальной мифологии, да, южнокорейской. И после этого пошли приглашение. И когда вновь в 2009 году я приехал, получается, в декабре, я помню, у меня тогда бешеный график о чем был, я поехал в Штутгарт, выступил на гала, приехал в Алмуты, сделали мы спектакль, подготовились и поехали в Оман, выступали перед королем, принцем Омана и нашим президентом, лидером нации, Мушланом Бишичем Назарбаевым. И после выступления, прям вот гала-концерт только заканчивается, я уже с чемоданами стоял, ждал машину. И вот в Сеуле на этом фоне, я, кстати, еще простудился тогда, он простудился и в первый день я отказался от репетиции, сказал, что мне нужно выспаться. На самом деле я всю ночь пропотел, у меня была температура, но утром проснулся таким свежим, сильным корейским батыром, скажем так. Спектакль пошел успешно и получается ребята все стояли на сцене, аплодировали. После чего ко мне подошел один мой друг, который на сегодняшний день, он звезда Южной Кореи в театральной сфере, в сфере батыром. То есть это он прибежил тебе? Он сказал мне то, что сейчас придет дирекция из Национального театра, а тогда его только взяли тоже. Пришла дирекция, там такая элит, ну свита, человек 20, все очень опрятно, так одеты, строго, такой строгий фасон выдержанный. И такая женщина, очень стройная, высокая, видно, властная, такая львица. Это оказалось директрисой, она поблагодарила, сказала, что ей было очень приятно видеть такой уровень мастерства академии. Сказала то, что наслышанное и после этого получилось так, что я уехал и примерно в марте, как раз у меня еще была гала в Сеуле, в марте я приехал, станцевал гала и подписал контракт. То есть они тебя пригласили? Да, я получил пригласение. Та дирекция, про которую ты говоришь? Да, ну то есть это театр. Сколько получается, полтора года ты там работал? Я работал там почти год. Почти год? Если по документации так считать. Скажи мне, это выгодно работать по контракту за рубежом. На тот момент мне было очень интересно. Знаете, вот насчет финансовой сферы, да, это оплачивалось очень хорошо. Я не могу сказать то, что мне там, я, то есть, концы концами не сводил, у меня такого как бы не было. Мне просто интересно, артисты балета в Корее получают хорошие деньги? Больше, чем наши. Я к этому тоже так относительно. Знаете, это зависит от чего? Это зависит от психологии человека, от его мысли, не ума даже, от разума. То есть от этого, от его посыла. Если ты артист балета и просто сидишь на диване и ходишь на репетицию, которая занимает один час в день, естественно, тебя никто не будет знать. Естественно, тебя никто не будет звать. Да, конечно, когда ты работаешь, это и должно приветствоваться, и должно поощряться, и оплачиваться. То есть у всех болеть зависит не только от способностей физических? Нет, ну как, физические способности должны быть. Ну ты очень амбициозен, и даже вот, как ты сидишь впервые за 30 передач, к нам пришел человек, который сидит вот так вальяжно. Твоя самоуверенность и уверенность... Это не портил себя. Это не портил себя. В основном сидят вот так. И приходит джан, который... Это твоя уверенность от твоего мастерства или от твоих каких-то внутренних таких вот... внутреннего стержня. Я супертанцор, я выигрывал лучшие топовые конкурсы в мире, и я могу заявить о себе и сидеть так. Это нисколько не говорит о тебе как они воспитаны в человеке. Это ты. Ты такой. Я стараюсь себя вести естественно. Я бы сказал... Это хорошо, что ты такой. Спасибо огромное, что воспринимаете меня таким, какой есть. И я хотел бы отметить, это, видимо, было заложено кармически, да, как говорят, заложено с детства. По-моему, ты духовными практиками занимаешься. Я был... Я читаю. Это заметно. Ну тот же Ницше, тот же Карнеги. Давайте продолжим. В детстве во мне было заложено, то есть такая энергия. Я не знал, куда ее одеть. Из-за этого я был такой заводилой, хулиганом. Понимаете? Если подраться, то подраться. Если полезть на дерево, построить там шалаш, тоже можно было. Разбить где-то стекло у соседей. Это вообще любимое занятие. Вот такие вещи. И то, что хороший танцовщик, суперхороший танцовщик, все относительно. Все относительно и все временно. Потому что мы живем в таком материальном мире, да, то, что у многих людей акцент берется, вот идея у них, да, цель жизни, материя. Ну это так все временно и зыбко на самом деле. Я считаю то, что наша душа проходит в данный момент материальный опыт. То есть это, да, это опыт для души, а не наоборот. Мы изначально духовные существа, которые проходим здесь материальный опыт. А не получается так, то, что мы материальные существа, и какой-то вот петь захотелось, запел, играть захотелось, сыграл, и танцевал, там что-то. Вот это откуда-то идет, там, стихи писать хочется, книги с человеком поделиться. Нет, мы не материальные, мы духовные. Я думаю, вы согласитесь со мной. Душан, мне понравилось только, что ты сказал одну интересную вещь. Ты сказал, что если ходить только на репетиции, а это занимает всего один час в день, и танцевать, да, когда у тебя постановки, да, если один час в день. То есть я услышала, что ты помимо этого, помимо балета, еще чем ты занимаешься? Говоря о доходе, я скажу то, что я полностью погружен именно в свою стихию. Я чувствую там себя живым. Я когда засыпаю, я думаю об этом. Я когда просыпаюсь, я думаю об этом. У меня рождается идея, это хореография. К каждому спектаклю я подхожу очень индивидуально, и каждый к партии. И я не могу повторяться, понимаете, даже внутри себя повторяться. Я когда хоть что-то повторяется, даже внутри, либо это выходит потом, естественно, снаружи, ты чувствуешь, что как-то ржаветь, что ли, начинаешь. То есть ты постоянно анализируешь все, что ты делаешь? Да, естественно. То есть в балете, выступая в балете, который идет 2,5 часа, 3-х акне, 3 часа, там около 10 тысяч движений. Каждое движение ты продумываешь. И музыкально ты продумываешь его технически, ты продумываешь его психологически. Разве ты не продумываешь хореографы? Хореограф ставит, продумывает, он работает над тобой. Но это нужно дополнять. Но у тебя уже есть такая возможность сказать хореографы. Я думаю, что это должно быть вот так. Да, конечно. Это идет, получается, когда идут постановки непосредственно, есть такие моменты, когда это все обсуждается. И это обсуждается очень легко, просто, и приходится к какому-то одному решению обоюдному, в гармонию, чтобы это было. А ты конфликты сам по себе? Сейчас я отвечу на вопрос. Ну, когда ты готовишься к партии, естественно, ты мысленно прочувствуешь каждую мышцу, каждую связь, энергетический посыл. Как ты хочешь рассказать ту историю своего героя, допустим, того же Альберта и Жизеля. Как вот объяснить движением, чтобы зритель все понял. Понял так, по музыке, акцент зрительного восприятия, костюма, жесты, взгляд, ощущения. И то, муторое, чем ты внутри себя обогатил, чтобы он это почувствовал. То есть ты такой интеллектуальный танцор. И тогда, естественно, идет обратная такая мощный поток энергии от зрителя. И ты полностью восстанавливаешься, ты восполняешься. И ты хочешь еще дальше творить. Ты хочешь это делать. Ты хочешь жить, ты хочешь дарить. Ты хочешь больше делиться. И вы посмотрите сами, после успешных балетных постановок, постановок, зрители всего выходят одухотворенные, радость, их душа парит. Они чувствуют вот эту связь. Дужан, скажи мне, пожалуйста, что изменилось в нашем казахстанском балете после того, как появился вот театр Астана-Опера? Людей стало больше ходить на балет? Очень хороший вопрос. Спасибо. Хотелось бы подчеркнуть тот момент, то, что мы давно все, я говорю с вашего разрешения, за всех деятелей культуры, мы давно ждали такого прекрасного события, чтобы у нас был мощный мировой театр. В действительности, когда ты выезжаешь за границу, ты чувствуешь такой мощный тыл за своей спиной, чем является сегодня наш театр Астана-Опера. А до этого этого тыла не было? Это тыл был. Ну, когда появилась Астана-Опера, он стал еще больше, он еще креп. И, естественно, мы все очень благодарны Нурслану Бищевичу, Назарбаеву, что была такая возможность, была такая идея, ее поддержали построить такой прекрасный театр. На сегодняшний день он по своим масштабам третий в мире, по красоте один из первых. По своему оснащению в рядах он входит в пятерку лучших театров. Ну, ты здесь льстишь, конечно. Нет, это абсолютная правда. По красоте, я думаю, что он может еще сравниться с Гранд-Опера. Это разные театры, я вам скажу. У Гранд-Опера есть своя история, которая начиналась с того момента, когда Медича вышла замуж за Генриха, если я не ошибаюсь, французского короля и начала поддерживать вот эти балы, которые проходили при дворе, и то есть дало развитие искусству. Потом, когда в 16-17 веке... Нурслан, давай так далеко не будем уходить. Аудитория, которая ходит на балет, давай говорить правду, да? У нас в стране, в Астане, даже вот построили Астана-Опера, все равно это маленькая аудитория. Может быть, даже это одни и те же люди. Вот что надо сделать, чтобы люди полюбили балет, полюбили оперу? Ну, как меня... Нас учили. У нас был шикарный педагог по изобразительным искусствам. Я не говорил вот такую фразу с латыни. То есть худших всегда большинство. Я не говорю здесь... Я говорю о понимании, понимаете? Чтобы идти на балет, чтобы любить балет, это нужно понимать. Нужно понимать музыку, нужно понимать костюмы, дизайн, знать историю. Нужно знать хореографию и иметь чувство вкуса. А кто должен прививать это чувство вкуса? Где это должны делать? В школе, в садике, дома, родителям? Я думаю, каждый человек должен заниматься саморазвитием непосредственно, потому что развиваясь, тебе становится все интереснее и интереснее жить. У тебя все больше появляется позитивных эмоций, у тебя появляется радость. Та радость, которую ты можешь подарить своим детям, своим близким, маме. А с чего начинать, скажи мне? Я думаю, нужно читать. Нужно читать, слушать классическую музыку. Непосредственно. То есть здесь идет такая на сегодняшний день посредственность, когда хотят все легко, понимаете? Легко в конечном итоге, да, вот человек потом садится, свои 50 лет и думает, что-то как-то все легко, и что? А не что, все пусто, понимаете? Нужно брать что-то дорогое, ценное, но это дается непросто. Я говорю в данный момент только о знаниях. Я говорю о состоянии разума, насколько человек хочет это сделать. Если вы хотите это, возьмите и делайте. Потому что каждый человек, который слушает классическую музыку, она ему такая чужая какая-то, чужая, но проходит буквально пару симфоний, ему нравится это. И он говорит, блин, это шедевр. Он начинает понимать, разбираться, интересоваться, читать про это. Кто это написал? Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман. Кто? Но ты же до 10 лет жил без этого всего. Нет. Я вырос в такой атмосфере, где это все было и есть на сегодняшний день. Я вырос. Ты же сам сказал, люди, которые пришли к тебе в класс, то есть ты даже не понимал, что они хотят. Я это, да, не понимал. Но 10 лет, когда у тебя в классе около пяти девушек, которые тебе нравятся, понимаешь, и никто не имеет права их пальцем тронуть, потому что там такой кудрявый, такой пухненький, до сих сидит. И когда тебя выходит, говорят, ну, прыгнете выше всех. Потому что, ну, стыдно же как-то. Нужно было это сделать. Здесь момент был такого стимула, понимаете. И понимание, оно пришло после. Конечно же, мы рожаемся так, что мы все знаем, мы учимся по жизни. И мы учимся всю жизнь. Душан, откло столько много духовности в тебе в 30 лет? Как ты пришел к этому? Знаете, это момент влияния. Я очень благодарен судьбе, то, что в моей жизни встречались такие люди. Я очень благодарен Всевышнему, то, что у меня есть такие родители, есть такие братья и сестры. То есть материально тебе меньше всего касается. Сейчас ты создаешь впечатление, что ты работаешь за идею, что ты патриот своей страны, это очень хорошо. Спасибо. Но ты очень легко относишься к материальному. Да, действительно, если вы правильно заметили, я очень легко к этому отношусь. Это говорит человек, который сидит в куфточке от Дольче Габбана и с крутыми часами. Да, и это получается, как-то это приходит и куда-то уходит, понимаете. У меня бывают такие в жизни моменты, когда я прихожу, я не знаю, это не мелочность, но какая-то рассудительность в финансовом плане, она иногда ко мне приходит. Вот, допустим, я могу, вот обычно в поездках, я трачусь на какие-то покупки, покупки, как говорят, либо что там, что там интересное бывает, ну, когда есть время пройтись, куда-то зайти. Бывают такие моменты, когда ты видишь какую-то там безделушку, да, и ты думаешь, сколько она стоит? Она там стоит, ну, скажем, 5 евро. Ты думаешь, ну, блин, 5 евро, это так дорого. А потом идешь и на обед тратишь 120 евро. Вот такие моменты. То есть ты безрассудно относишься к этому? Ну, как? Я бы не сказал бы. То есть ты человек настроения? Возможно, нет. Возможно, это и есть моя рассудительность. То есть сначала был рассудок, а тут как раз нет рассудка. Я думаю, Баян, это и есть такая моя личная рассудительность. То есть своеобразная. То есть ты к деньгам относишься легко? Да. Ну, как легко? Просто. Ты до сих пор не жена? Я понимаю то, что они придут, потом уйдут, потом снова придут. А зачем люди копят деньги тогда? Я вот не понимаю, зачем. Ребят, зачем вы копите деньги? Подожди, давай. Ты до сих пор не жена. Баян, вы копите деньги? Ну, иногда да, смотря на что. На туфли. Если есть какая-то цель, Я знаю по инстаграму, вы копите на туфли. Я не коплю, я их просто покупаю. Ребят, не мешайте настроению, Баян никогда не портит. Потому что она скупит все туфли. А, ну да, когда нет настроения, да, это как вот... Ну да, потому что, когда женщина покупает... Это тоже момент допинга. Да, это допинг, да. Это не допинг. Женщина, когда покупает одежду или вообще идет шопить, она покупает настроение. Она настроение покупает. Мне интересно, вот у тебя есть квартира? Вот какие условия тебе создали, создало государство наше, да, чтобы ты вот все время думал о балете? Как я приехал в Астанал-Оперу, я прошел аудишн, и получается такой конкурс для поступления в театр. Его все артисты балета проходят, и получилось так, то, что меня приняли, на что я очень благодарен, и мы сразу начали работу. Работа пошла плотная, мощная, мы сделали около... с коллегами, вот театр весь работал в таком мощном напряженном графике. Мы только балетных спектаклей пять премьер провели, и уже за первый год о нас заговорил мир. То есть на сегодняшний день в каждом театре мира знают то, что Астанал-Оперы, да, и там идут такие прекрасные постановки, и там это все на хорошем уровне. Какие условия? Мне сразу предоставили жилье, получается, от работы... Дали ключи, предоставили жилье. Документы. Получается, от работы на сегодняшний день это двухкомнатная квартира, где я живу с коллегой. С коллегой? Да. То есть у него одна комната, у меня одна комната. И, знаете, я прохожу туда только... Астанал-Оперы же передавали очень большое количество квартир, там 100 квартир, по-моему. Да, ну там, видимо, есть своя какая-то очередь, да, и по очереди там вот все это... В общем, ты туда не лезешь, я так поняла. И не претендуешь даже. Как-то да. Не претендуешь, что так. Материальное совершенно не присуще и не нужно. Так интересно, что у тебя мой боже... Одна комната и нормальная. Что, зачем мне? Я прихожу, сплю, принимаю душ и ухожу. Да, то есть не хочется и не нужно. А душ оттуда вы знаете? А? У вас агенты по всему. Счастливого слова. Душ кухни еще. Надо будет проверить нашу квартиру, не, Душан, но тебе 30 лет. Тебе 30 лет. Я хотела вернуть своему вопросу. На наличие камеры. Да, вопрос нормальный. А прям продакшн получается. Ты до сих пор не женат, ты болен балетом. Ничего материально тебе не интересно. При этом ты говоришь, что ты достаточно любвеобильный. Мы как-то с тобой разговаривали. У тебя много девушек, ты любишь женщин. Я очень люблю. Я очень люблю красоту в девушках. Я очень люблю... Внешне? Или мы о духовном сейчас? Тоже о духовном. Внешняя красота, да, но она иногда продается дешево. Понимаете? Когда ты хочешь океан, видишь просто... Как бы бассейн. Или лужу. Ну, не лужу, но бассейн хотя бы. Бассейн, да. Бассейн не устраивает? Океан надо. Но океан еще не встретил. Знаете, я думаю, это все придет своевременно, потому что все бывает только своевременно. Ну, встретишь ты завтра океан, Душан. Как говорят, у тебя есть сегодня все, что тебе нужно сегодня. Я понимаю, что можно быть нематериальным, можно быть высоко духовным человеком, да? Ну, как все индусы, в принципе. Ну, ты же живешь в Казахстане, ты ведущий солист Астана Опера. За индусу спасибо. Отдельно. Смотри, ты был гранд солистом в Сеульском театре. Так, да. И при этом ты живешь в комнате, по соседству живет другой, тоже ведущий солист. Нет, он занимается иной деятельностью в нашем театре. Ну, а почему ты не говоришь, я хочу квартиру, я ведущий солист. У меня, знаете, я чувствую, я просто как-то знаю. Ты что, думаешь, что ты не заслужил? Нет, я знаю, что это будет. Все. У меня нет никакого страха, у меня нет то, что я что-то теряю, знаете. Я знаю, что это будет все свое время. У меня такой поход в жизни очень просто. Живите так. Столько счастья внутри, честно. Так хочется делиться и делиться и с вами. И с вами, да. Мы просто из другого идти станем. у нас Сундет Байгожин был в гостях и Сундет как раз наоборот зациклен на том, что вот он живет в квартире без документов три года. Человек живет в трехкомнатной квартире. Ну, ничего страшного. Сам, со своей семьей. Но у него нет документов. реально так легче жить. Все в своем временном. Все в своем временном. Зачем вы терзаете, зачем вы думаете, зачем нервничать. Появилась идея написать новую песню? Напишите, только нужно время. Вы ведь не можете, допустим, вот, супруги женились. Они ведь не могут через неделю сделать ребенка, чтобы он родился и ходить на часа такие селфи, да, сейчас модно. То есть помидоры должны созреть. Естественно, все в свое время приходит и в свое время уходит. Это очень интересно, очень интересно жить так. То есть ты себя считаешь вот таким духовным учителем, наставником. духовным наставником я сегодня считаю. Почему? Ты себя сейчас так позиционируешь. Вы задаете мне вопросы, я отвечаю, что я чувствую внутри себя очень искренне. И делюсь с вами этим. Мы очень ценим. Спасибо вам огромное. Мы очень ценим. И хотелось бы сказать, что, да, я не сразу этому пришел, да, были какие-то моменты другие. Раньше даже я об этом тоже не думал. Я думал, у меня не было времени об этом думать. А на что ты сейчас тратишь свое время? Только на балет? Честно? Нет. А на что еще? Я люблю читать. Я люблю очень читать. А что ты прочитал в последний раз? Что я читаю? Моментами я перечитываю прочитанное и открываю для себя что-то новое, интересное. Какие-то знаки припинания, запятые. С каждым годом, с каждым моментом, с каждым днем мы становимся чуть-чуть другие, мы меняемся. Из-за человека там такой выбор, в какую сторону дойдем. Ты вообще жизненную практику черпаешь с книг? Да. Друзья, подруги, интересы, ночные клубы. Ты много трудишься физически. Я думаю, все должно быть в меру. Я люблю посещать спа-центры, я люблю посещать фитнес-центры. Я обожаю плавать. Когда я плаваю, я думаю. Мне нравится прогуляться по красивым местам. Естественно, все равно львиную долю забирает мое творчество, мое мастерство, репетиция, балет, подготовка спектакля, новые премьеры, сам театр. Сам театр. Бывают дни, когда у нас полдня свободных отгулы. не выходной отгул. Ты все равно стоишь в театре. Ты идешь и слушаешь, как репетирует оркестр. Ты идешь и смотришь, как выступают оперные певцы, как выставляет свет тот же световик или режиссер, как этот процесс живет, как этот мир своеобразный дышит. это очень интересно. Это твой мир? Это мой мир. из него не выходишь? Я бы не сказал, чтобы выйти, нужно войти. Это моя вселенная. Это наша вселенная. Очень интересная вселенная. Я не ожидала, что Жан такой одухотворенный человек. Честно говоря, для меня откровение сегодня. А то, что такой вопрос был встречу с друзьями. У меня очень много знакомых. У тебя очень много, кстати, друзей. Относительно. Тоже все относительно у нас. Получается такое относительное интервью. У меня очень много знакомых относительно. А почему так все относительно? Есть друзья. Они такие же одухотворенные, нематериальные? Знаете, как классно. Все в разных сферах. Есть олигархи. Это есть сфера спортивная, это есть сфера медицины, это есть сфера аэроспейс инженеринг, это космическая инженерия, работа техника, это бизнес, это момент корпуса чиновники, то, что у нас. То есть, ты дружишь со всеми? Это музыканты, это актеры. Нет, это наше общество, это где мы все собираемся, общаемся. Но друзей настоящих, их-то на самом деле не так уж много. Близких, ну то есть максимум 10-20 может быть. Я не скажу, что меня как-то в жизни кто-то подвел, и я не берусь за то, где я могу подвести. Это приятели? Да. Да? Нет. А есть человек, который для тебя очень родной? Конечно же. Кто это? Мама. Это мои родители, они подарили мне жизнь благодаря Всевышнему, благодаря их любви. А где живут твои родители? Моя семья, вот родители, они живут в Алмате. Мы по возможности ежедневно созваниваемся. Ты коренной алматинец? Я коренной алматинец. То есть наша линия вся идет получается с Алматы. Вот такой интеллигентный душан, такой одухотворенный и духовный. очень хонор. И он был такой случай, когда мы встретились с ним на одном проекте, на танцевальном, и он был очень расстроен. Почему так расстроен? Да потому, что я подрался. Драка была жестокая, и честно, меня это тоже очень удивило. А артист балета душан-то был, да. у тебя даже вот эти места были, так сказать, не очень красивые. Сказал, ну я очень горячий парень, пришлось просто подраться. Ну, видимо, такая была ситуация, где неисходность. неисходность. А духотворенность в этот момент была? Ты не сдержался? Ну, все должно быть тоже, я считаю, в меру, но когда бывают такие ситуации, мне даже показал, как он это сделал ногой. мужчина должен быть мужчиной, да, и я думаю, взаимоуважение, оно должно оставаться на должном уровне, и когда ты чувствуешь какой-то момент, конечно, потом я жалею об этом, и наверное, это очень больно, удар на ногу. Все равно есть за последний тот момент, когда можно разрушить конфликт, потому что в любом конфликте виноваты двое, но когда ты загнан в угол... Ну, кстати, мне говорили о тебе как о человеке не сдержанном, достаточно, и на репетициях, Бояна, о вас тоже много говорят. Вообще, вообще нет, то есть это неправда? Как мы будем жить, если слушать будем то, что о нас говорят? не верь тому, что тебе говорят, то есть ты не такой. Я бы ответил это так. Вспыльчиво? Все тоже моментом. Бывают разные ситуации, вы сами это знаете, то есть два разных ситуаций в жизни. Ну, то есть проглотить не получается иногда. Я чувствую себя совершенно иным, то есть мне это не нужно. Эти моменты, наверное, были тогда, когда вот этот интересный период юношеского максимализма, понимаете, когда хочется доказать, показать, добиться. То есть это момент толчка прогресса, это такая палка. В древней Руси палку, которую подгоняли скотину, называлась стимулом. И то, что если вот этот юношеский максимализм направят правильно, это такой момент стимула, понимаете? А сейчас тебе как? Иногда нужен момент утверждения тоже. А сейчас у тебя какой момент? Осознанность. Момент я хочу творить, творить больше и дарить. Я хочу делиться этим так очень сильно. Мои зрители, мои коллеги могут сказать об этом в каждой роли партии. Как мы все вместе с коллективом, балетной труппой, с руководством подходим к каждому балету, как мы над этим работаем, сколько это занимает у нас времени, это занимает у нас длинную долю твоего дня. И этот сам процесс ты чувствуешь себя живем. Просто у меня был такой момент, хотелось бы отметить, почему происходят такие изменения. Возможно, я не исключаю то, что были такие ситуации, это правда. когда нужно за себя постоять, тем более, когда не один соперник, а второй еще интереснее, дает момент адреналина больше. У меня была травма, у меня была очень сильная травма, у меня было два варианта. Было два варианта, либо всю жизнь кататься на коляске, это действительно так, это не преувеличиваю, либо встать и через два года ходить прихрамывая с росточкой или как-то уже собраться, взять себя в руки и восстановиться. Понимаете, я благодарю своего доктора, клиника третьего поколения, это Петр Александрович Попов, знаменитый доктор Российской Федерации, у него клиника на Рублевке, я там жил в Маслово, ездил к нему процедуры, моментами, он занимался мной, я работал по его методике в день по 20 часов, то есть я спал в 4 часа. Душа, это говорит о твоей силе, характера, то есть два года ты был в таком состоянии? Нет, не два года, я уже, два года мне как бы диагноз был, либо коляска, либо хрома, через два года, потому что швы даже надо было снимать через, швы рассасывались через 8-10 месяцев, мне сказали, то есть там такие толщенные вырывочки были, и я через месяц при хромовой начал ходить, через полтора месяца я бегал, через полгода я уже мог потягаться с артистами балета, у которых не было такой травмы. Потом в феврале я поехал в Будапешт, в марте я поехал в Берлин, летом я был в Нью-Йорке, я получил несколько приглашений, решил приехать в Астана-Опера, сдать аудишн, экзамен трехэтапный и работать у себя дома на родине. Спасибо, что вернулся, спасибо, что пришел к нам на интервью, нам очень приятно было видеть тебя. Спасибо вам за приглашение. Мы наконец-то дождались тебя. А я хочу поблагодарить твоих родителей за то, что они подарили нам тебя, реально, ты наше достояние. И мне кажется, что таких людей нужно признавать и таких людей нужно ценить и создавать им такие условия, чтобы душам продолжал творить. Спасибо огромное. Я думаю, даже в дальнейшем мы сделаем какие-то интересные совместные проекты. И, кстати, насчет родителей, насчет родителей хотелось бы поделиться. До того, как я зашел к вам, ко мне звонила мама и передавала вам огромный привет. Спасибо большое. Маме тоже большой привет и спасибо за такого сына. Не скучайте. Всего доброго. До свидания. Ну, а я благодарю нашего официального партнера, салон мебели «Люсо». Всего доброго. Компания «Люсо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. «Сичи», «Скопеллини», «Тосканова», сделанная вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люсо» – это роскошь, достойная вас. «Люсо» – «Люсо» – «Люсо» – лжи». «Люсо» – «Люсо» – «Люсо» – «Люсо» – Продолжение следует...